Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем! Хотим мы того или нет, но жизнь неумолимо заставляет нас взрослеть. Ежедневно мы меняемся не только визуально, но и меняется наше отношение к миру. Все это происходит в несколько этапов, худшим среди которых можно назвать подростковый. В этот период мы полны энергии, сил и уверенности в том, что все в жизни удастся с легкостью. Однако наши родители пытаются убедить нас в обратном. Они готовят нас к суровой реальности, а поэтому мы часто с ними спорим. Без этого трудно даже представить подростковый возраст. В это время мы готовы доказывать всему миру, особенно родителям, что уже взрослые. Хотим увидеть мир, рвемся на свободу и желаем сами отвечать за свои решения. С этим далеко не согласны наши родители. Конечно, со временем они уступают и дают нам минимальную свободу выбора, но не все сразу. Подобная история произошла в этой семье. Сын уже предвкушал расцвет подросткового возраста, требовал от родителей право принимать решения за себя. Родители не хотели устраивать сцены, а потому пытались деликатно договориться с парнем, мол, подрасти еще немножко и живи, как знаешь. Но он даже не пытался их услышать. Слово за слово проявлялся его характер, и все заканчивалось по одному и тому же сценарию – скандалом. Понимая, что преимущества в таких схватках не на его стороне, парень прибегал к последнему аргументу. Он резко разворачивался, бежал в свою комнату и демонстративно хлопал дверью. Такие его поступки не завершали конфликт, а наоборот придавали ему новые обороты. Отец семейства снова пытался договориться с сыном. Долгое время он бился головой о стенку, пытаясь уговорить сына не хлопать дверью с такой силой. Но это не действовало. Со временем у него сдали нервы, и он решил прибегнуть к более радикальным мерам. Попробуйте представить себе реакцию парня, когда тот вместо полноценных дверей увидел только их нижнюю часть. Он закатил новый скандал. Парень сказал, что в таких условиях он жить не будет, ведь теперь его комната напоминала конюшню. Причем во всех смыслах этого слова. Так или иначе, проблему со стуком отец все же решил. Парню теперь просто-напросто не было чем стучать. Также не заставило долго себя ждать и решение, где он теперь будет жить. Ему просто некуда было деваться, поэтому пришлось смириться с новым интерьером. В конце концов, он сам в этом виноват. После такого урока мальчик стал больше себя контролировать. Со временем его характер укрепился, а скандала в доме стало меньше. Только после этого отец и вернул ему привычные двери. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.